Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Дело на 60 миллионов рублей. Две новокуйбышевские фирмы пытались присвоить деньги фонда капремонта. И днем, и ночью коммунальщики освобождают Самару от снежного плена. Караван верблюдов в игольном ушке. Басни Крылова на рисовом зернышке. В Самару привезли выставку микроминиатюр. В Самаре подходит к Финнишу судебный процесс над бизнесменами, которые пытались обмануть региональный фонд капремонта. Речь идет об ущербе в десятки миллионов рублей. В промышленном районном суде сейчас идут прения сторон. Андрей Горгуленко готов выйти с нами на связь и рассказать подробности. В промышленном районном суде города Самары прямо сейчас продолжают слушание по делу о хищении выше 60 миллионов рублей из государственного бюджета. Подрядная организация «Алгоритм» и «Оверхоллстройсервис» выиграли в 2013-2014 году тендер на установку приборов учета в нескольких сотнях домах Новокуйбышевска. Деньги взяли, а установку так и не произвели. Это судебное заседание уже 12-е. Мы будем следить за развитием дела. Что им снег? В Самаре из-за сильных метелей на уборку улиц привлекают дополнительные силы. Дороги, тротуары и дворы от последствий стихии очищают сотни человек и единиц спецтехники. Рабочие трудятся в две смены – днем и ночью. С начала первых метелей уже вывезли десятки тонн снега. Как заваленные сугробами дороги превращаются в расчищенные улицы, увидели наши корреспонденты. Небольшой трактор набирает полный ковш снега, ловко разворачивается на маленьком пятачке и отвозит свой груз подальше от подъездов. Тесный двор на переулке Репина добавляет коммунальщикам сложностей. Не вся техника может сюда заехать. Поэтому трудятся здесь в основном вручную. Для нас снег не стал неожиданностью. Мы работаем в штатном режиме. Выходим где-то при больших снегопадах в 4 утра. Работаем две смены до обеда и выходим в 4 и до ночи. Убираем снег силами дворников, которые у нас на линии 42 человека по штату и 4 единицы техники. В прошлом году в дом на переулке Репина взамен прежней пришла управляющая компания «Жилсервис». Жители сразу заметили позитивные изменения. С утра, да, постоянно вижу то, что дворники работают, что-то делают. Раньше такого не было. То есть раньше это все, ну, своими силами обходились. То есть лопаты. Сейчас трактор приезжает. К своей управляющей компании много вопросов у жителей Куйбышевского района. Говорят, дворы чистят, но не всегда своевременно. В плане работы дворников хорошо, а в плане чистки дороги для автомобилей не очень. Потому что сложно выехать после снегопада. И, честно говоря, недовольна. Вот. А сами по себе дворники возле подъезда выбирают хорошо. Вчера вот, например, вообще нельзя было пройти. Во дворе нельзя было пройти. А с коляской тем более. И проезжую часть, и пешеходные дорожки. Вчера были все в снегу. Чтобы управляющие организации добросовестно выполняли свою работу, их тщательно контролируют административные комиссии, а также районные и городские власти. Борьба с последствиями стихии не прекращается и ночью. В темное время суток на Самарские улицы выезжают полторы сотни единиц спецтехники. Снег очищают с проезжей части из тротуаров. Городские службы работают как конвейер. Ночью разгребают снежные завалы, с утра их вывозят. От белого покрывала освобожден уже почти весь город. В настоящее время предприятие осуществляет, да, уборку территории, которой в процессе механизированной уборки не предоставилось возможности убрать. Это места, которые были припаркованы транспортом, которые остались еще в городе. То есть на данных участках машины потихоньку люди убирают. И предприятие приходится возвращаться на данные улицы и за ними уже почищать снег, убирать его с проезжей части. С начала первых метелей с самарских улиц вывезли почти 30 тонн снега. По прогнозам синоптиков, к выходным осадки снова накроют город. Все службы готовы обеспечить комфорт и безопасность на улицах Самары. Алина Чемерис, Олег Зверев, Григорий Плешаков, Станислав Левин. События. Льготы, которые получат резиденты территории, опережающего социально-экономическое развитие Тольятти, обсудили на внеочередном заседании областного правительства. В первую очередь это касается пониженных ставок налога на прибыль. Для резидентов ТОР в первые пять лет она будет равняться всего 2% в последующие годы 10. Кроме того, новые предприятия Тольятти в течение 10 лет не будут платить налог на имущество организаций. Но чтобы воспользоваться преференциями, резиденты должны соблюсти ряд условий. В том числе инвестировать в производство не менее 20 миллионов рублей. Из них 5 миллионов в первый год. И создать не менее 20 новых рабочих мест в первый год существования организаций. Благодаря губернатору и поддержке федерального правительства создаются территории, опережающей развитие Тольятти. И надеемся, что это даст возможность городу избавиться от приставки МОНа, а жителям получить новые рабочие места. Налоги преференции станут еще одним стимулом для резидентов, а значит и позволят привлечь дополнительные инвестиции. Также ставила задача создать более конкурентные условия для резидентов ТОР Тольятти по сравнению с территориями опережающего развития в других моногородах России. Далее коротко о других темах дня. В Курумыче из-за неадекватного пассажира самолет совершил незапланированную посадку. Это произошло в ночь на четверг 8 декабря. Вынужденную посадку совершил самолет Аэрбас А319, следовавший по маршруту Киев-Алма-Ата. На борту воздушного судна находилось 50 пассажиров и 6 членов экипажа. Посадка проводилась из-за неадекватного поведения 33-летнего пассажира, уроженца Республики Узбекистан, проживающего в Казахстане. Он был снят с рейса и передан сотрудникам транспортной полиции. В 4.45 после дозаправки воздушное судно вылетело по своему маршруту. В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного. Трагедия произошла 28 сентября этого года. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Самарской области, в этот день в родильное отделение стационара Медгард поступила 32-летняя женщина. В этот же день она родила ребенка, который умер, несмотря на все попытки реанимировать его. По версии следствия, смерть ребенка наступила по неосторожности в связи с оказанием ему некачественной медицинской помощи. По данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело. Из-за коммунальной аварии поселок Управленческий сегодня останется без холодной воды. Порыв трубы диаметром 300 мм произошел здесь накануне. Его последствия устранять начали сегодня с 9 часов утра. На время ремонта краны пересохнут в домах на улицах Коптевская, Кузнецова, Крайняя и Миргородская. Кроме того, некоторые многоквартирные здания и частный сектор обесточат. Бойлер с питьевой водой будут стоять по адресам улица Кузнецова, 7 и улица Крайней, 13. Когда завершатся работы и коммунальный благо вернется в квартиры, пока не сообщается. Из Самары в Рождествено будут курсировать суда на воздушной подушке. Движение открывается с сегодняшнего дня. Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, из-за неполного ледостава Волги пассажиры будут перевозиться только в светлое время суток. Информацию об изменениях в расписании и о фактическом движении судов можно узнать в справочной службе речного вокзала по телефону 222-93-37. Появилась карта, место установки камер видеофиксации на дорогах Самары. Они появятся на проспекте Кирова, улице Кнового вокзальной, Победа, Гагарина. Всего планируется установить 53 новых комплекса. На это потратят 100 миллионов рублей. Деву под микроскопом в музее Алабина открылась выставка микроминиатюр российского художника Владимира Анискина. Современная левша создает произведение искусства размером с маковое зернышко. Разглядеть детали каждого экспоната невозможно без увеличительного стекла или микроскопа. Экспозицию привезли из музея Санкт-Петербурга «Русский левша». На открытие выставки побывала Олеся Корецкая. Надпись на волосе не фигура речи, а реальность. Микроминиатюра, редкий вид искусства, все художники-самоучки и у каждого свои секреты. Мастера вручную под микроскопом кропотливо создают произведение искусства размером меньше миллиметра. Экспонаты-невидимки, которые измеряются в микронах, расположили в специальных контейнерах с микроскопом и подсветкой. Мастер сделал их прозрачными для того, чтобы мы видели реально, что это не обман нашего зрения, так сказать, что это реально работы, видные волосинки, но то, что на волосинке, уже видим только через увлечительный прибор. На выставке представлены работы художника Владимира Анискина, современного левши из Новосибирска. Здесь караван верблюдов в игольном ушке, басни Крылова на рисовом зернышке, авианосцы на божьей коровке, роза из разноцветных пылинок, помещенная в человеческий волос. Владимир Анискин создал больше 130 работ, каждая из которых занесена в Книгу рекордов. У каждого художника-микроминиатюриста должна быть своя подкованная блоха. Есть она и в коллекции Владимира Анискина. Вот здесь. Зовут Бложка Муся от Ката Кузи. На создание одной работы уходит несколько месяцев. Порой мастер, нанося очередной штрих, ловит момент между ударами сердца. В мире таких худесников всего 12, и 9 из них живут в России. Ну это, знаете, это мне кажется, надо такой талант иметь, чтобы вот так сделать. А в бушке-иголке сделать этих верблюдов, и так, что они вот настоящие, прям вот видно, что они живые. Ну я не знаю, это талант. Выставка «Диву под микроскопом» открыта до середины февраля. Олеся Корецкая, Василий Колдашов, События. А вот о чем мы вам расскажем в наших следующих выпусках. Сделано в Самаре, упаковано в индийское. Фирма готова поставлять в регион оборудование и упаковочные материалы для сельского хозяйства. Время – деньги. Во сколько обойдется час простой трамваев автомобилистам, столкнувшимся на рельсах. В любую точку города бесплатно социальное такси в Самаре. Кто может им воспользоваться? Это были самые важные новости на этот час. Хотите получать свежий номер «Самарской газеты» раньше всех, и к тому же бесплатно? Скачивайте приложение для iOS и Android и читайте «Самарскую газету» там, где это удобно вам. Жизнь города всегда в вашем мобильном. Всего вам доброго и удачи!